Фестиваль «Санта Клаус отдыхает на арене Дед Мороз» традиционно стартовал шествием по центральным улицам Евпатории. Новым годом! Да-да-да, Новым годом! До Нового года чуть больше двух недель, а главного Деда Мороза Крыма еще не выбрали. Сегодняшний фестиваль посвящен как раз этому. За моей спиной шествие, которое направляется к главной сцене, где и выберут лучшего Деда Мороза полуострова. На праздничный парад вышли все коллективы участники фестиваля. В ярких костюмах, в роли сказочных героев, все они дополняют главного персонажа Деда Мороза. Радовать людей, счастливым всегда, показывать улыбку. Это посох Деда Мороза. Довольно его делали? Ну как? Да. Она была какими-то магическими качествами? Конечно. Что делает? Она приносит снег. Открытый фестиваль в этом году отмечает свой 15-летний юбилей. Поддержать традиции новогоднего конкурса сегодня приехали 8 коллективов со всего полуострова. В 15-й раз Дед Мороз из всего Крыма собираются к нам на соревнования, чтобы потом празднично и весело встретить Новый год. Не спеша праздничная демонстрация переместилась к главной сцене. Каждое выступление будут оценивать компетентные судьи. Член жюри Николай Барский признался, когда-то и сам был Дедом Морозом на этом фестивале. У меня была программа целая, команда. Мы, я неоднократный победитель этого фестиваля. Оценивать главного персонажа Нового года будут прежде всего за яркий образ и артистизм. Коллектив из Евпатории представил на фестивале самого молодого Деда Мороза. 13-летний Арсений в этой роли чувствует себя вполне уверенно. В 13 лет такие большие обязанности на своих плечах. Как с ними справляешься? Ну, хорошо справляюсь мне, получается. По итогам фестиваля также выберут лучшую снегурочку. Она в дуэте с лучшим Дедом Морозом Крыма будут зажигать главные елки полуострова. Руслан Минаев, Равина Миралиев, Телеканал Миллет.